любимые мои всем привет к сожалению настал тот день о котором я надеялась никогда вам не объявлю но я ухожу с youtube по той причине что я очень устала слушать хейт читать про себя сплошные гадости я короче не могу это вынести вот поэтому сегодня у нас с вами последний выпуск мы будем прощаться вот мы сейчас хейтеры вот так порадовались вы сказали наконец-то надеюсь что никто из вас не поверил никого кондратья там не хватило я просто все лежал дом блин как же вас удивить как бы сделать такое классное вступление чтобы немножко подохерили ну должно же быть какие-то эмоции правильно но скучно когда все это пресное как-то обыденно друзья мои пока существует youtube пока живая и я надеюсь что так будет до тех до тех времен пока мне там песок из жопы не начнет сыпется сыпаться я буду писать ролики действительно потому что ну меня это настолько вдохновляет и заряжает я уже говорила вам да что это моя жизнь я этим загорелась как я вообще пришла к ютюбу мы сейчас с вами поговорим пока я напомню о том что у меня есть парфюмерные консультации это текстовой аудио формат также есть формат личных встреч когда мы с вами намечаем встречу в магазине подбираем живую вам ароматы обсуждаем и собираем вам парфюмерный гардероб пожалуйста обращайтесь также у меня есть телеграм-канал где сейчас провожу розыгрыш классного аромата аромата же да я разыгрываю бренд лотофу кстати у меня приехало очень много отливантов сайта рандеву и вот будет скоро обзор на бренд лотофа значит и у меня есть еще вторая группа в телеграме где вы можете обмениваться своими ароматами выставлять что-то на продажу что-то приобретать и так далее тому подобное пожалуйста пишите подписывайтесь все ссылочки я оставлю в описании к данному ролику также хочу напомнить что все ароматы про которые сегодня буду говорить вы можете превратить и на сайте интернет-магазина косметики профмерии randvo.ru используя мой специальный промокод который дает вам дополнительную скидку дополнительную скидку 10 процентов при покупке от 200 тысяч рублей очень знать почему youtube настолько важен для меня у меня был очень сложный период в жизни я вроде как бы сняла квартиру в центре я мечтала жить центре москвы и вроде как то моя жизнь ну ну вроде как наладилась да хотя у меня были такие моменты когда я начала снимать квартиру что у меня реально не было тысячи рублей купить продукты ну их правда не было то есть первые месяцы я жила я отдавала большую часть за квартиру того что я зарабатывала и иногда занимала денег потому что ну не могла не укладывалась я в свой бюджет потом все по оборотам я начала у меня начало все получаться я пошла в гору и соответственно все было классно но классно стало за счет того что мне youtube начал давать силы и давать энергии потому что я приходила после где-то нелюбимой работы я еще работала диджеем и работала на радио я приходила после нелюбимой работы и чувствовал себя вот этой женщины с рака кошками только у меня еще кошек не было я одна ужинала мне не было денег на какой-то досуг на свидание вместе с но тоже никто не звал не водил потому что кому такое уныло говно без настроения без энергии нужно никто и не обращал вообще на меня внимание то чтобы очень сложный период и вот потом начался вот этот youtube который начал давать мне какой-то запал какую-то энергию на этой энергии новые проекты появились я стала отказываться от того что мне не нравилось да и вот так по накатанный мы пошли поехали туда пришли сейчас точку б в которой я нахожусь общаясь с вами через экран рассказываю про парфюмы не только кто-то говорит я вот как будто на на кухне с подругой кофе попила я рада что так потому что я не представляю свои ролики просто о парфюме потому что мой канал изначально создавался про лайфстайл он был был вообще не про это я просто несла какую-то дичь на камеру то что я как бы считал нужным всякие там эпиляции рук дело можете посмотреть кошмар вот ну как кошмар я считаю что ободранные руки это очень даже красиво по той причине что когда у вас сильно волосатые руки ну как-то это немножко странно смотрится по работа диджеем да очень многие у меня в шоке остаются когда заходит мой инстаграмм говорят боже да вы диджей а я типа и не знала или там не знал боже вот мой полы доме и все равно такая пылища каждый день можно мыть все равно пыль живу прямо возле шоссе потому что все это налетает видимо куча пыли ничего не сделаешь смотрю на свои ноги и просто у меня у меня ужас меня каждый раз контрасте берет в господи боже мой ну сколько я уже вот все перемыло насколько я люблю чистоту ну вот это вот мышиные возня целый день вот думаешь надо уходить из дома с утра чтобы приходить в порядок из порядка ушел и в порядок вернулся короче значит что такое быть диджей диджеем я диджеем работаю 16 лет вообще у меня был перерыв где-то год с 17 по 18 лет не помню такое мне не очень все хорошо это получалось потому что и не было опыта не было да все на своих каких-то шишках вообще так долго обучать чему-то но если уже научусь то это навсегда что такое работа диджеем у меня были такие моменты когда я вообще не спала мне кажется потому что ты работаешь в пятницу вот тебе там по два три сета до заканчиваешь 6 8 утра ты ложишься все воскресенье у тебя перебита на хрен потому что ну у тебя сбит режим ты не можешь но ты не можешь спать сильно долго то есть 8 ты лег в два проснулся все полдня в принципе уже нет ты идешь завтракать ты весь разбитый ты не выспавшийся ты не отдыхаешь потому что такой график он не дает отдохнуть есть еще приколы видео знаете как что такое жизнь диджея приехал домой и лег с рюкзаком на одну минуту прозвенел будильник стал уехал на гастроли это вот тип того очень сложная работа то есть кто там не понимает что делать диджей мало того что кто-то пишет музыку до соответственно треки которые выходят на радио и на мировые какие-то ротации есть еще такая штука как управление людьми диджей вообще управляет людьми в клубе в ресторане да где вот человек находится и он соответственно управляет выручкой которую имеет клуб и бар во время его сета потому что от настроения который задает человек за пультом зависит очень многое то есть если будет грузовая музыка народ разойдется все все такие подумают бля что-то такое либо если у вас нету настроения вы за пультом стоите над ебись работать так не получится тоже диджей должен отдаваться он должен кайфовать тогда народ ловит вот этот вайп он вместе с вами раскачивается все хочется еще выпить до продолжить это и соответственно выручка растет поэтому диджей это не просто человек который нажимать на кнопки на самом деле это еще и психолог потому что ты должен почувствовать что сейчас хорошо зайдет что сейчас ввысь поднимет выручки что сделать так что люди в экстазе будут биться на танцполе а соответственно продолжать этот вечер в этом же месте да поэтому работа диджей это вообще такая сложная работа и еще она включает себя всяких благоебов извините которые нажираются естественно ночью либо еще что хуже обдолбаются и подходят к тебе и трогают тебя всю ночь поставь нормальный трек хуйню играешь поставь нормальный трек и вот это вот каждый каждый божий раз практически происходит если это большое какое-то помещение какой-то клуб бар но как правило нам ставит конечно охранников то есть на стоит охрана и смотрит если кто-то мешает работать их быстро ликвидирует и сразу предупреждение и потом достойно потому что мы в хороших местах принципе работаем вот я своими коллегами у нас всегда есть охрана то есть но в ресторанах конечно охраны не ставят в ночных клубах ставят и вот это происходит однажды у меня моя коллега катя значит германии уехала она играла свой диджи сет чувак и весь час показывал факт вот так вот факт типо говно музыка то есть понимаете этот началь был смешно ты здесь стоит чут нам папа показывает потом уже как-то ну начинает напрягать раздражать счет там стоишь уйди отсюда сломающие с пальца да потом уже это начинает реально действать на нервы ты действительно начинаешь считает что ты что то не то делаешь а это самое страшное все если ты начинаешь играть начинаешь паниковать что народ расходится и кому-то что это не нравиться ты Ты начинаешь мысленно подстраиваться чуть ли не под каждого человека, и все, естественно, получается винегрет. У тебя ломается вся структура твоего сета. И таких людей очень много, которые особенно любят подойти, поставь трек, поставь трек, ты заебал, поставь трек, поставь трек. То есть люди не понимают, что это твоя работа. То есть есть бухгалтер, сидит, 9 с кредитом сводит. Ты же не приходишь в офис, говоришь, блядь, ставь мою цифру, ставь мою цифру, да? То есть люди не понимают эту немножко. И я вот работала на той неделе в одном из новиковских ресторанов. Хороший ресторан, новый, очень дорогой блюдо, от 2000 начинаются. И ко мне подходит чувак, а у меня такая диджейка, они еще и не оборудовали нормально. То есть ты стоишь, в принципе, где-то там как уебище, по большому счету. Просто хорошая публика, хороший ресторан, нормально платят, и ты стоишь, но можно поработать, чтобы навык как-то свой не растерять, да? И тебе подходит, вот ко мне подошел мужик. Такой, ааа, привет, чё, да, я тоже покручу эффекты. Я говорю, нет, можете, пожалуйста, отойти, я работаю. А он уже прям вот за стол мой заходит, я его прям руками даже подвинула. Отойдите, пожалуйста, говорю. Ой, чё такая духота, блядь. И я, говорит, сам, и всё через мат, вот это, я сам диджей, я вот это начинаю показывать свой инстаграм. И потом говорит, вот ты же такая душная, так и будешь на своей хуйне играть. То есть представляете, насколько вот люди вообще путают берега. Я говорю, я стою работаю. В чём проблема? Я, конечно, его сразу хотел поставить нахуй. Сказать, иди нахуй отсюда. Вот прям я могу так сделать. Просто я понимала, что у меня ещё 2 часа работы, это посетитель. Я говорю, ну не очень хорошо, потому что у меня ещё потом начал уму-разум учить, что я надеюсь, что тебя эта ситуация научит жизни. Ты иди ты, вот кто ты такой? Я стою работать, я тебя трогаю. Ты подходишь ко мне, лезешь в мою аппаратуру, я тебе вообще давала разрешение на это. Может, ну да, ты умеешь, ты весь такой классный, миллион подписчиков, дальше чё? Мне усралось тут, ну тут-то ты не играешь. Ну сри, сиди, договорись и постой поиграть. И там будешь крутить. И вот такое тоже часто встречается. Тоже так вот люди подходят. Или что самое страшное, заливают аппаратуру алкоголем. Могут макбук залить за 250 тысяч. Могут залить аппараты, которые там миллион стоят в клубе. Да, вот так вот подходят, ставят, бутылку шампанского так могут поставить на вертак и стоять. Вот это работа диджея. Поэтому кто думает, что это просто кнопочки нажимать, это люди, которые не очень понимают, что это такое на самом деле. Это целая культура, культура, это искусство управления людьми путём музыки. Это тоже своего рода такая власть. Власть над людьми. Друзья мои прекрасные, напишите мне, пожалуйста, есть у меня тут, кто меня смотрит, тревожник. Вот есть люди, кто у меня тревожные. Вот всю жизнь живут в тревоге. Я уже даже своей тревоге дала имя. Потому что я понимаю, что я не могу брать эту тревогу раз и навсегда. То есть это часть моей личности. Эта тревога, она меня защищает от какого-то пиздеца. Я это понимаю. Она меня предупреждает. Она меня показывает. Смотри, как будет, если будешь меня игнорировать. Но она иногда, конечно, переходит всякие границы. Я это понимаю. Потому что я с ней не договариваюсь. Я постоянно хочу от неё избавиться. Сказать, уйди. Уйди противная, надоела. Потому что тревога дает же разные симптомы. Очень неприятные. Ком в горле. Головокружение. Тебе кажется, что ты херово видишь. Дереализацию. Деперсонализацию. Да что только тревогу не даёт. Ну вот скажите мне, кто у меня здесь тревожный? Как вы договоритесь с своей тревогой? Возможно ли это как-то вообще сделать? Мне кажется, возможно. Ладно, значит. Немножечко так сегодня вам дам. Конечно, раньше была такая культура диджеев. Когда там, не знаю, все нюхали всякую херню. В туалетах трахались. Всякие почара и опера. Это, конечно, были такие золотые клубные времена. Сейчас уже эпоха таких клубов и клубных вечеринок. Она немножко подсдулась всё-таки. Люди больше по ресторанам ходят. Больше такой формат. Ай-дайнинг или как он там называется. Когда ты приходишь, да. Вкусно поужинал. Чуть ножкой потопал. И уехал домой же в 12. Ну что я хочу вам сказать. Я решила вам сделать до разбор. Я вот прям по всем спискам, по всем долгам решила пройтись. Потому что думала, ну что оно висит. Я вам сегодня сделала до разбор некоторых ароматов от Ателья Колон. Значит, их будьте не так много. И ещё я включила аромат Libre от Libre. Libre, да. Libre, Libre, Libre. Вот я занимаюсь французским. И из-за того, что я плохо делаю домашние задания, я проёбываюсь периодически в произношении. И меня смотрит мой учитель. И это пиздец. Потому что он же мне говорит, я посмотрела твой ролик, и там был аромат Тенуа от Лилабо. А я прочитала как? Денуа, бля. Просто добрый вечер. Libre. Libre. Всё правильно. Почему испанский? Это же, это точно, и Сен-Ларан, это точно французский дом. И почему это мне он показывает на испанском? Мне не нужен. Кстати, вот испанский язык я вообще никогда не хотела учить. Мне вообще не нравится. Libre. Libre. Всё правильно. Значит, я разберу сегодня два аромата от Ив Сен-Ларан. Это Libre и Libre Intense. Значит, Libre Intense. Мы с вами начнём с люкса, да, получается. Очень многие спрашивали, как же мне этот аромат. А я ещё включу сюда Ив Сен-Ларан Тренч. Ароматы очень интересные. Но это уже из такой бутиковой линейки. Значит, Libre Intense. Значит, мне этот аромат зашёл больше, чем классический Libre. Потому что он тёплый и амбровый. Но единственное, что его будет тяжело носить летом. Но Libre Intense, это вот больше моя история. В отличие от Libre классического. Потому что он хоть и пользуется безусловной популярностью, считается бестселлером и лидером продаж. Но я такой не очень люблю, потому что это очень белоцветочный аромат с большим количеством лаванды. И здесь очень сильно ощутимый на мой нос мускус. И на мой взгляд, здесь есть тубероза, которая типа не заявлена. Но вот хоть убейте, я её здесь слышу. Libre Intense да, Libre нет. То есть это не моя история. Касаемо третьего аромата от Eves Saint Laurent, Trench, бутиковой линейки. Вообще надо всю линейку сделать, обзор. Просто я не могу найти ни Baby Cat, ни Blues. Ничего из этого я сколько ни спрашиваю у магазина, говорят, нам не завозят. Ну что я могу сделать? Но Trench мне привезли с сайта Rendezvous. Аромат очень красивый. На тему танжерина с инжиром запудренной истории. Пудрово-цитрусовый аромат, очень красивый. Но он совершенно нестойкий. То есть он вроде вот бутиковая линейка, но нестойкий. Очень деликатный. В офис, пожалуйста. Хорошо в офис. Я его не могу ни очень похвалить, ни очень поругать. Для меня это такая немножечко невнятная история. Ну она невнятная. Но она универсальная. Цветочный фруктовый аромат такой универсальный. Но все-таки для меня тут солирует такая цитрусовая пудровость. Очень утонченная, очень деликатная. Это можно носить. Вот кто у меня ищет и ноту инжира, и любит легкую припудренность, округлость, пожалуйста. Меня он ничем не раздражает, этот аромат. Ничем он не вызвал никакого актунга альфакторного у меня. Да, ну и желания парфюмерно бледовать после него у меня нет. То есть опять пойти и купить флакон нету. Новое слово в моем лексиконе. Да, парфюмерное блядство, пожалуйста. Вот не вызывает он у меня такое вот желание вот этого парфюмерного блядства. Поэтому, ну неплохо, неплохо. Мы переходим с вами к ателье колонны. Значит сегодня будет 3, 4, 5. 5 ароматов. Нормально. Нормально, еще про 3 мы сейчас проговорили с вами, да. Значит, ателье колонны. Мы начнем с вами с розы. Роза аноним. Это красивая почулевая роза. Такую можно надеть мужчине. Это одно из самых лучших сочетаний розы с почулей. Да, если еще добавляется, то бывает немножко такая на восточную направленность. Но, а, ну кстати, вот я написала, что это удово-почулевая роза. То есть здесь вот это классическое сочетание. Кто его любит, пожалуйста, это одна из таких альтернатив удовой розы с почулей. Почему бы и да? Можете взять. Очень достойная, кстати, работа от ателье колонны. Даже не ожидала, что у них есть вообще какие-то удовый ароматы. Потому что ателье колонны у меня ассоциируются с цитрусами, с фужерами, с чаем. Но никак не с удом. Ну, я просто очень глубоко заблуждалась, потому что в магазине же некоторые покупают только определенные ароматы. И ты составляешь мнение, что да, вот эта марка об этом. Но нет, марка расходится и сюда, и вправо, и налево. Так же, как следующий аромат. Ирис Эребель. Будем все-таки с вами это, потому что меня Илья убьет. Ну не убьет, скажет, ну как бы я посмотрел твой ролик, и ты там сделала ошибку. Господи! Уже не хочется так, конечно, когда учишь французский уже. Ирис Ребель. Ирис Ребель. Мятежный Ирис. Да, все-таки это на французском языке. Слушайте, ну я не знаю, вот это прям, ну пипец ретро. Ну такое ретро звучание, что я не могу. Ретрище, я бы сказала. Рассоличная пудра. Рассоличная. Настолько сильно, что здесь просто, хоть водяру запивай вот этим, серьезно. Очень слышна зелень на мой нос. И пачули. Землистый очень аромат. Он с лавандой. Это прям такая землистая пудра. Вот у Иланд Парфюмс тоже есть такой аромат, что там принцесс, не принцесс. Как-то он сложное название, не могу запомнить. Вот там тоже такая холодная землистая пудра. Вот это Ирис Ребель. Это вот сюда, пожалуйста. Но я такое не могу носить. Я даже в принципе представить не могу, на ком я это вижу. Вот правда, я вот честно говорю. Трефель Пюр. Это чистый клевер переводится. По мне немножко тривиальный аромат. Я очень сильно, очень сильно слышу ноту базилика. Базилика. И для меня это такой стандартный цитрусовый зеленый аромат. Это для тех, кто любит свежаки. И чтобы быть поинтереснее, можете надеть это зимой. Это будет вообще, вообще этот бренд Ателье Колонь. Я считаю, что, да, кстати, не Ателье Колон, а Ателье Колонь. Колонь. Этот бренд идеален для тех, кто любит свежаки. Но это лучшая вообще марка, которая отлично с этим справляется. Далее. Ваниль Энтензель. Это насыщенная ваниль. Не сложно догадаться, что так переводится. Это очень холодное ванильное звучание. Но насыщенная. Насыщенная. Здесь, конечно, ключевую роль играет сыроватый ветивер. Что самое интересное. То есть это не старт ванильный. Здесь ваниль будет в базе. Здесь еще ноту юзу, лайма. И в базе, в базе уже выступает древесина с ванилью. Это для тех, кто у меня любит ветивер молоко от Экс Нила. Это вот туда же. Немножечко есть горчи. Горчи. Горчи есть, потому что есть ветивер. Это более цитрусовая версия. И более горькая, нежели Экс Нила ветивер молоко. Там больше лактонности. Здесь больше горчи и цитрусти. Цитру-во-сти. 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 Да, все правильно. Цитру-во-сти. Цитру-во-сти. Больше. Можно и смешивать, кстати. Можно. Ну и последний аромат. Ветивер фаталь. Ветивер фаталь. Роковой ветивер. Ветивер. Шикарный аромат. Это для тех, кто любит ред ветивер от Монталь. Пожалуйста. Это в меру горький аромат. Но он еще и влажный. Ну, ред ветивер, кстати, тоже на мой нос влажный. Цитрусовый. Горький. Потому что здесь горький апельсин. Но-то сми его еще здесь есть. Великолепный аромат. Это, конечно, для любителей ветивера. У меня есть девушка знакомая. Она носит ред ветивер от Монталь. Ну, на ней он шикарен. Ну, просто великолепен. Настолько шлейфовый. Настолько стильный. Она вообще сама по себе стильная очень. Такой одежду выбирают. Такой где-то и концептуально. Но стильная, в общем. Такие вот оборочки, платьишко. А что-то такое интересное. Вот она и шикарен. Вот этот ветивер фаталь будет просто идеально. Вот. Я все, в принципе, похвалила. Кроме Ирис и Ребель. Ну, пиздец. Просто эта холоднющая землистая пудра. Я не знаю, куда это носить. Ну, пудрище, ретро-вища. Я такое не могу носить. И Трефель Пюр, да, травиальненько немножко для меня. Все остальное очень даже неплохо. Почулевая роза, да. Это роза на ним. Вот. Ну, и ветивер, конечно, здесь шикарный. Ваниль тоже. Для тех, кто не любит у меня гурманнику и слишком приторную направленность ванили. Вот вам сюда. Все, мои дорогие, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мне гениальные видео. Подписывайтесь в соцсетях. Промо-код и все ссылочки я оставлю в описании к данному ролику. Ну, и пишите, что хотели бы видеть в следующих выпусках. И ваши любимые ароматы от Atelier Colony. Спасибо.